Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт А если в точный срок, то в полной мере Владимир Усоцкий, его песню знает каждый Он прожил всего 42 года Но его короткая биография и по сей день остается предметом ожесточенных споров Усоцкий, это вот это ощущение огня, метеорита, может быть, от той самой кометы, которой идет И все завороженные сунды это хотят приблизиться, может быть, даже погреться Усоцкий написал более 700 писем Впечатление, что он тебя выворачивает наизнатку и это поет про тебя Сыграл пультовые роли в кино и театре Я буду жаловаться! Жаловаться? Ну, насчет жалов я уже слышал, приходи вас Он был единственным советским артистом, который мог свободно путешествовать Бывал в Нью-Йорке, подолгу жил в Париже, отдыхал на Таити Он в Советский Союз, он то, что называется, завоевал Он хотел ехать туда, поработать, записываться, лечиться Он покорил сердце звезды французского кино Женщина, которой мечтали тогда все мужчины Европы Марину Глади Свяжая любовь была всегда Высоцкий жил к реальности, шел на полу Ни в чем не признавал мир, об этом и большинство его песен Я хочу для своих песен выбирать персонажей, которые находятся в момент риска Каждую следующую секунду могут заглянуть в лицо смерти Что сделал его так? Откуда в его песнях и жизни этот трагический надрыв? Политический дар этот штучный товар О судьбе простого мальчишки с большого коллектора, которого узнала и полюбила вся страна Субтитры создавал DimaTorzok Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются Субтитры создавал DimaTorzok Кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин Я не верю в судьбе, а теперь еще меньше Позвращаются все, кроме тех, кто нужнее Я не верю в судьбе, я не верю в судьбе, а теперь еще меньше Но мне хочется думать, что это не так Что сжигать корабли скоро выйдет из моря Я, конечно, вернусь в судьбе и мечта Я, конечно, спою, не пройду и полгода Я, конечно, вернусь в судьбе и мечта Я, конечно, спою, не пройду и полгода Здравствуйте, дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам всех посвидеть Сегодня наша встреча происходит Такой очень знаменательный день День рождения Владимира Васильевича Высоцкого Вы знаете, ну, уже прошло Достаточно много Времени, 80-й год Это уже 40 лет, так как его нет с нами И... А он к нам возвращается Возвращается в этот день Возвращается 25-го июля Ну, и те, кто в то время жил в его творчестве Они, конечно, его вспоминают всегда В сердце наших, российских людей Владимир Васильевич Остается навсегда Но сегодня наш клуб Любители русского шансона Проводит очередную свою встречу И, конечно же, ну В такой день мы говорим И вспоминаем только Нашего дорогого поэта Артиста, киноактера Владимира Васильевича Высоцкого Вы знаете, я, наверное В седьмом классе Познакомился с его творчеством Собственно, это послужило Такой вот точкой отсчета для меня Я вспоминаю, что это была песня Я яркий истрепитель Мотор мой звенит и небо моя обитель Меня очень поразила Тогда вот такая подача Такого материала военного Через, значит, от первого лица Делался разговор И не просто летчика А вот именно машины боевой И дальше больше И, конечно же, я тогда Подросткам Ну, был, можно сказать, фанатично предан Творчеству Владимира Васильевича И я знаю людей, которые, ну, действительно Вот именно эта любовь Она, ее трудно описать словами Это такая вот преданность Ну, собственно, которая была Этим была обусловлена Большая Большая толпа народов И его похоронах Люди просто Невзирая ни на что Ни на какие там посты гони И так далее Я не знаю, насколько Вашей жизни, значит, Имела творство Владимира Семеновича Но мне кажется, что Все мы Дети Союза Советских Социалистических Республик И я думаю, что Ну, мимо Вас не прошло Это время Тем более, что Мы знаем его Не только по песням Но и по известным Киноработам Но вот спустя столько времени Я, значит, как бы Делаю для себя еще Какие-то такие вот выводы По телевидению Стало очень много показываться Документальных фильмов И сегодня я решил Немножечко уйти От такого Ну, откровенного Видео Как мы делаем это с вами На других встречах Видео Географического Какого-то очерка Потому что Мне кажется, что вы сможете сами Если вам эта тема Будет интересно посмотреть Сегодня Хотелось бы просто Мне сделать акцент На нем Как на человеке И Вот я хочу сейчас Вашему вниманию Предложить такое Интервью с ним Может быть кто-то видел Может быть кто-то нет Которое Из которого Мы понимаем Что это был Достаточно такой Жесткий человек Колючий Имел свое Своё убеждение Свои какие-то Опять же Очень жесткие Оценку Почувствуете сейчас По началу Этого интервью В моем случае Так несколько Осаживает Репортера И наверное Ничего тут такого Нет Мы должны Прежде всего Понимать Что это был человек Человек Который имел Свои пристрастия Талант И то творчество С которым мы Сегодня Немножко Прикоснемся Давайте посмотрим Это небольшое интервью Которое продолжит Его песня Его же исполнение Я не люблю А мне кажется Что она В наибольшей степени Выражает его Вообще Отношение К миру К жизни Внимание на экран Вот Это вообще На такие вопросы Не задаются вообще Артистам никогда Не только женщинам Но и мужчинам Я проскочил Эту цифру Недавно Скажем так Спасибо Спасибо И не по этому поводу Потому что Я совсем не скрываю Своего универска Мне далеко Намного За тридцать И Ближе сорока Но тут Проблема Зачем Почему Нужно спрашивать Сколько вам лет Зачем Вот мне интересен этот вопрос Почему вы меня спрашиваете Сколько у меня лет А потому что у нас У всех Различные объяснения О вашем возрасте Очень хорошо Пускай у вас Такое у меня и станет Согласен Вот и все Мы не хотели точного ответа У вас есть такие слова Ух как я бы бегал в табуне Но не под светлом И без устри Да Что бы вам это дало Если бы я бегал в табуне Не под светлом А без устри Во-первых это поет не я А это поет и на ауле Ваше находит Ваше находит Да Что бы это ему дало А вы что Вы предпочитаете груздей И пацану Без парами Ну вот Значит Такой же вопрос я могу задать вам И ответ мой Будет таким же Как вы бы себе ответили на этот вопрос Песен вы написали Вы не считали? Нет Нет? Я думаю несколько сотен Мы прикидывали Что это несколько Гораздо больше чем несколько Нет Я думаю что Очень многие песни Мне приписываются Есть очень много подделок Большой подделок Кое-какие из них я слышу Многие их можно отличить Потому что Они сделаны очень грубо И Это как говорится Псевдо простота Во всех этих песнях Это просто Рифмованные какие-то выкрики В основном То что я слыхал Значит здесь много подделок Ну как Пушкин сказал по этому поводу От плохих стихов Не отказываюсь Надеюсь на добрую славу Своего имени От хороших признаться И сил Нет отказаться Вот Но я к сожалению Хороших подделок не встречал А может это как раз И называется Как у нас говорят Ранневысоцкий Вот это Большая часть Отделка Нет Ну что Почему у меня Я писал ранние Мои ранние песни Которые Можно как угодно назвать Либо это там Дворовые Или планы И их называют Но я считаю Что это традиция Городского романса Городской романс Который Существовал Потом Почему-то он куда-то ушел Был забыт Ну вот А когда я начал писать Я писал вот в этих традициях Городского романса То есть Это вообще всегда Одна мысль Точная Песня И Очень Очень В упрощенной форме Не в упрощенной Значит Простота Хуже воровства А в Доверительной Такой форме Разговора Беседа В форме Разговорной речи Хотя это довольно сложно Но я вам должен сказать Что Мне эти первые песни Которые я писал Надо помогли больше Когда я очень Усложнил И круг идеи Расширил Я оставил зато Вот именно От первых песен Именно формы Они мне помогли Очень в поисках формы Вот так Всех актеров Вашего театра С которым мы встречались Мы спрашивали И с давлением Тот же вопрос Если не артистом Кем бы вы хотели быть И почему Я Хотел бы быть Я сейчас не могу на это ответить Вопрос Я не хотел бы быть Я хотел бы быть Тем Кто я есть Но В общем В принципе Мог бы быть я Я Я бы мог работать В любой профессии Вероятно Если бы судьба Повернулась по-другому Я уважаю Вообще все профессии Если Человек У них профессионал Понимаете Любой Любой Какой вы не возьмите Если человек Высокий Профессионал В своей профессии Мне кажется Что в любой профессии Может присутствовать Творчество Я бы мог заниматься Любой профессией Если бы была Возможность Творить Последнее Повернулось Какая Из чьих Характера Теорически Вам больше Мне нравится Жадность Я Не люблю Я не люблю От этого исхода От жизни Никогда не устою Я не люблю Любую Переклада Когда Веселых Песен Не пою Я не люблю Холодного Цинизма Восторженность Не верю И еще Когда Чужой Мои Читает Письма Заглядывая Мне Через плеча Я не люблю Когда На половину Или Когда Прервали Разговор Я не люблю Когда Когда Стреляют В спину Где-то же Против Выстрелов Умор Я ненавижу В летнем Индиверсии Черные Сомнения Почи Игну Или Когда Все Время Против Шерсти Или Когда Железом Босеку Я не люблю Уверенность Я не люблю Я не люблю Я не люблю Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее пыльют, я не люблю манежи и армияны, на них миллион меняют по рублю, пусть были большие армияны, я тебя никогда не полюблю. Отражена его суть абсолютная. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях люди, которые в своей жизни, у них была такая счастливая возможность видеть Владимира Семеновича, иметь какое-то общение, может быть, непрямое, косвенное. И я просто попросил их вкратце поделиться своими впечатлениями именно с точки зрения вот этой самой человечественности. Какой он был, если вот стоишь рядом, какой у него был взгляд, какие у него, может быть, были жесты, ну и, конечно же, вот тот самый характер. Я приглашаю сюда Владимира Саркисовича Паулузова. Пожалуйста, Владимир Саркисович, у него есть что сказать сегодня в ваш адрес. Пожалуйста, вам слово. Мне посчастливилось, да, мне посчастливилось, конечно, увидеть Владимира Семеновича. Ну, я честно скажу, я вот когда учился в конце 60-х на историческом факультете нашего педоинститута, мне первый раз проинтересовалась в издательстве, он мне не понравился. Но через некоторое время я служил в армии на Камчатке в 71-й год. И так я познакомился с Володей Чистяковым, который жил на Малой Грузинской, он был московский поэт и художник, кстати, он и до сих пор жив-здоров. Вот. И он меня, в общем-то, к Высоцкому как-то приобщил. Вот. Но более того, после армии я начал к нему в гости туда на Малую Грузинскую ездить. И получилось вообще сумасшедшее совхадение. В 75-м году в этот дом они въехали, в Малую Грузинскую 28, а я поступил во второй институт физкультурный московский. И ровно с 75-го года, по 80-й, я там учился, и два месяца каждый год жил на Малой Грузинской во время сессии. И я его часто мельком видел, потому что эта машина постоянно, это был Малая Грузинская, 7176 ММУ, он был очень заметен. И мимо дома мы все время проходили, значит, он там стоял вечно, иногда бабульки его даже ругали там, говорят, когда он его ставил прямо к подъезду, его заставляли сюда поставить. Ну, в общем, он там постоянно стоял, вот. И мы там очень часто бывали, мимо ходили, значит, и так вот мельком. Но мы не пытались как-то к нему почему-то приставать, и тогда вообще не знали о том, что вот он так вот серьезно болен. Но более того, в общем, кончилось тем, что я заканчиваю институт, и все-таки решил, надо съездить на Таганку. И вот 29-го, значит, июля 80-го года я приезжаю в спектакль «Десять дней, трестный мир». Его не было, он уже играл только Гамлета. Но на следующий день я все-таки пришел в Магамле. Конечно, билетов было не до 100. Я смотрю, вот машина стоит, и я, значит, думаю, в перерыве будут выходить, там много случайных людей отдадут контрамарк. Я подождал, контрамарку получил и вошел. Значит, посмотрел спектакль, конец спектакля. И я, значит, выхожу и смотрю, где лежит его кинжал. Потому что там была дуэль, вот эта была с Лайертом. Она была сделана любимым очень условно, так, не шпаки, а такие короткие кинжалы. И он вывалился, и этот кинжал хотел взять, сумка, и как раз их визитерство выходит. Он говорит, да, надо, пожалуйста. Мне пришлось отдать этот кинжал. И вот этот, конечно, спектакль, это был 214-й гамм, это из 217-ти. После этого он сыграл только 7-го, 13-го, 18-го, последний. На 27-ое уже все. Там у меня есть такая бумажечка. Билет, спектакль состоится, билеты подлежат возврату. Но второе самое интересное. Уже через 15 лет, в 95-м году, я опять приезжаю на Малую Грузинскую и смотрю выставку «15 лет без Высоцкого». И, главное, появилась камера у моего друга, дочке подарили на свадьбу. И я беру эту камеру, прихожу туда на Малую Грузинскую, этот подвал. Там такой знаменитый подвал, там выставки художников были. И там, значит, выставка была, вот эта «15 лет без Высоцкого», она была посвящена его роли Галилея. И они там хотели костюм Галилея повесить. И они все это сделали в форме, художники в форме повесили такие шары. И каждый шар, как планета, планета детства, планета театра, планета друзей, планета кино. И вот эту выставку мне удалось снять. Я, значит, пришел, и они говорят, да, пожалуйста, снимайте. Мне вечером надо было уезжать. Открытие было через день. Вот. И я что-то думаю, схожу-ка я к ней, Максимовне, захожу в подъезд, консержки, звоню мне на Ксена, она говорит, ой, я столько о нем говорила. Я представился, как поседатель Псковского клуба на Высоцкого. Она говорит, я столько говорила, я уже не могу. Сейчас Люда Абрамова спустится вниз. Люда спустится, она вам расскажет. И вот Люда спускается, и мы, значит, с ней, и я ее вот снял 35 минут. 35 минут. Она с его гитарой была, значит, гитара вся переводана была. Лена Максимовна ее перемотала платком. Она ее везла на Токанский музей. Она так перед, ну, и так удалось ее подержать. И плюс там самое интересное, что там был знаменитый вот этот вот макет Боровского. Значит, вот этот занавес, так и гаммлет. Он так вот стоял. Гитара. Ну, в общем, потом мы с ней поднялись. Я говорю, смотрите, у вас гитару, у вас узнают, вытащат. В общем, я ее посадил на 116-й. Она, наверное, куда-нибудь отлезет, что она доехала спокойно. Вот. В общем, вот такая ситуация. Последняя. Вот если вы хотите это самое, не как о Боге, а как о человеке узнать. Вот книга, как раз был такой киоск напротив Ваганьковского кладбища. Паша Леонидов, Владимир Исоцкий и другие. Это его двоюродный брат. Их было два брата. Семен. В Киеве они жили, они киевские были. Семен и Алексей. Вот это сын Алексея. Он знаменитый администратор, который пользовался прокровительством Фурцевой. Как Фурцева умерла, он тут же уехал в Нью-Йорк. Вот эта книга, она была в Нью-Йорке, потому что он боялся, что их всех посадят. Вообще, конечно, не КГБ, они бы все сидели бы. Вот. И вот эта вот книга, значит, вот она здесь всех разоблачает всю эту советскую эстраду. Ну, в общем, пускает на место, значит, и всех, начинает Райкина. И вот я просто хочу последний, это финал, ее кусочек зачитать. Он ни в чем не был профессионалом, я уверен. Он не был гением ни в чем. Он был рабом России и болью ее души. Он был не артист, не бард, не поэт, а свой человек в своей стране. Таких до него, как он, не было и, наверное, не будет. Я уверен, что я не преувеличиваю. И когда я в следующей книге «Скоморохи» и он ее не успел написать, расскажу о его жизни, надо... Ну, в общем, все будет ясным. У него на всю страну есть один двойник, мельче калибром, но с той же сферзадачей. Это Алла Пугачева. Такая гениальная фазеричница, свойская рыжая девчонка, потрясающая музыкальная халда с интуицией Сары Бернард и Софьи Ковалевской. Она не может заменить Вову, и никто не может его заменить. Она делает его дело, оставляя людей смутной надеждой в этой безнадежной круговертии. И ей спасибо. На Ваганьке полно пептих птиц и нет воронов. И вроде все хорошо там, только места мало, живые теснят мертвых. И это видимость. Да и то время, и выходит, что все, все на время. И только страна. Да, ее апостолы навсегда. И молодец среди них. Здесь бы стиснуть глаза и услышать малиновый перезвон в колокольном небе, и открыть глаза среди толпы. И вокруг цветы, море, океан цветов. И все плачут. А в стране, где привыкли к потерям, это много, когда все плачут и говорят «до свидания», и не расходятся по домам. И их долгое прощание, просьба о прощении. Август 81-й, май 82-й, Нью-Йорк. Спасибо. Такое воспоминание, такие впечатления. Дорогие друзья, я все-таки, ну, как бы еще раз хочу подчеркнуть мысль о том, что у нас сегодня день рождения. И не случайно вот в нашем таком вступительном ролике мы постарались подобрать кадры, где он улыбается, где с друзьями, где какие-то такие вот шуточные моменты. У него, на самом деле, такая очень обаятельная улыбка. Мы не даем оценку сегодня тем событиям, которые связаны, там, я не знаю, там, с какими-то, ну, превратностями судьбы в отношении артистов, в отношении, там, политиков и так далее. У кого-то есть какие-то свои обиды, какие-то там, я не знаю, моменты, связанные. Можно я, я немножко вас перебью? Да, пожалуйста. В 1905 году я поступила в институт, и жизнь не отвелась. Семья из Карпачей и Шапира, они работали в малом оперном театре. Я приехала к ним в гости, и должен был быть в малом оперном театре балет «Тщетная предосторожность», где должна была танцевать Светлана Васильева. Она очень нервничала, это был ее один из последних спектаклей, и как раз ждали, как они говорили, Володю Высоцкого. Он пришел, я просто вот увидела, вот сейчас вот говорили, я увидела его как человека. Для меня это, я много слышала, это были какие-то полуподпольные на тот момент записи, ну, как-то это все для меня еще было, относилась я к нему, ну, так скажем, с осторожностью, ну, никак вообще. И вот входит этот человек, и пригласили его, как психолога, к этой Свете Васильевой, собственно говоря. Все очень много говорили, наперебой, она нервничала, руки тряслись, пыталась что-то там изобразить. Он сидел как-то вот настолько облаготел, подбородком. Говорит, ну я так долго вас всех слушала. Вообще, Светка, ты вот посмотри на себя, ты, ты красавица. Ну и что, что возраст, ну и что, что уже иногда громко опускают тебя в каком-то там ПДД. Ну и бог с ним. Ну ты посмотри, подойди к зеркалу. А вообще, что ты любишь? Она говорит, ну вот эту твою, вот эту вот. Я коней, что-то там на бою, да? Вы сейчас цитировали Высоцкого, да? Это разговор с Высоцкого? Да, да. Ну, давай, давай. Но она говорит, ну только так, чтобы струну оборвала. Он говорит, я же понимаю, по-другому я и не умею. И вот понимаете, он пел так, что он действительно оборвал струну на своей гитаре. Потом все долго, наверное, минуты три молчали, никто ничего не говорил, кто закурил, кто потянулся с бокалом красного вина. Он говорит, я так понял, пауза затянулась. Я так поняла, что в этой компании тоже не все далеко его слышали. Это было таким откровением, потрясением вот немножко вот это его пение. Он спел еще две песни. Ну, в общем, потом больше молчал. Под конец говорит, знаешь что, ты меня пригласи на спектакль, Свет, я приду. Ну, только не в первый ряд, не куда-то в портер, а я куда-нибудь так, на галерочку, чтобы меня не сильно видно было, чтобы ни публику не смущать, ни самому не смущаться. Ну, так, я хочу посмотреть. Он действительно был на этом спектакле. Он действительно, видно было, он был в театральном ложе. И в этой ложе, так видно было, она над оргистровой ямой, было заметно. Я в портере сидела, все время поглядывала на нее, он так немножко приседал чуть-чуть, чтобы не сильно заметно было. Но, в общем-то, в зале его видели, он был узнаваем. Для меня он не был еще узнаваем тогда. В зале он был узнаваем. Люди обращали внимание. И я видела, что Света тоже смотрела все время, вот, поглядывала туда и улыбалась все время. Спектакль был изумительным. Это действительно был прощальный спектакль, тщетная предосторожность. Долгушин танцевал вместе с ней, это было здорово. И огромный букет цветов был преподнесен им вот уже там, вот где, около театрального буфета. В общем, я увидела его с другой стороны. И, понимаете, вот как-то он больше его привязывает к каким-то другим. Это просто человечный человек. Это артист, это певец. Ну и просто мужчина, вот, понимаете, интеллигент. Как он преподнес эти цветы, это вот, это было красиво. Это было здорово. Вот видите, это очень важно. Мужчина, вы все подчеркиваете его. Мужчина, это вот интересный мужчина. Он поддержал женщину, он красиво ее поддержал, понимаете. Это совершенно иная сторона. Я была вот на одном из его последних концертов. Его иногда этот концерт показывают по телевизору часто. И как-то для меня уже, когда его не стало, для меня это было шоком. Потому что относилась я к нему немножко к другому. Потому что я его увидела совершенно с одной стороны. И в театре уже его роли, когда приглашала меня Григорьевна Шапира в театр, на его спектакли, я уже воспринимала его, понимаете, по-другому. Вот совсем по-другому. Потому что мнение о нем было какое-то одно. И даже в театральной среде. А я видела его другим. Ничего связанного с алкоголем, ничего связанного с каким-то его, как его говорили, он редко бывал в нормальном состоянии. Я его таким не видела. И сказать о нем такого не могу. Ну, вот так. Да. Спасибо вам. Не можно, что я вот такой москоп сделаю. Я, честно говоря, вот я начинал говорить о том, что как я с ним познакомился. Ну, был еще подростком и так далее. В общем, меня мало волновала эта история, связанная с какими-то вот пристрастиями. Я предлагаю и сегодня как бы не циклиться на этом. Потому что нам интересен прежде всего Высоцкий как творческий человек. Личная жизнь – это личная жизнь каждого. Понятно, что публичный человек всегда привлекает к себе внимание. И нам, обычным людям, хочется немножко вот что-то приоткрыть, что-то узнать. Но я сейчас повторяю, он такой же человек, как и мы. Я продолжаю как бы нашу программу. И хотел бы переключить немножечко Ваше внимание на другую тему. Мы все равно вернемся к Владимиру Семеновичу. Дело в том, что для многих творческих людей, начинающих в творчестве какой-то свой путь, Владимир Семенович, это был некий ориентир. И понятно, что стали появляться, он и сам говорит о том, что, с его точки зрения, подделки. Но люди просто не настолько в душу было то, что поет этот человек. Тем более, что многие предполагали, что если он поет от лица альпиниста, что он и сам был альпинистом. Если он поет от лица командира, который идет в разведку, то он сам тоже. Владимир Семенович говорит об этом, где-то тоже в своем интервью. Но обычные творческие люди, такие вот, как я, подростки, конечно, нам очень хотелось быть похожими на Владимира Семеновича. И я помню вот эту тетрадку, которая у меня была. Мы вместе с отцом расшифровывали тексты, магнитофонная лента. Не все было понятно, но какие-то усилия делали и расшифровывали эти записями в виду тексты. И вот я вижу себя сейчас в альбоме семейном, я такой смешной гитарой, пытаюсь изобразить такую экспрессию и так далее. Конечно, это сыграло в моей судьбе огромную роль. И такие, как я, и старше меня люди. Сегодня я хочу вас познакомить еще с одним человеком, судьбе которого Владимир Семенович тоже, как мне кажется, сыграл какую-то в творческом плане ключевую роль. Но, прежде чем я вам его представлю, почему я сказал переключить внимание? Дело в том, что мы с вами находимся в Псковском областном центре народного творчества. Заканчивается венбай. В марте наш профессиональный праздник. 25 марта день работников культуры. И я акцентирую ваше внимание на то, что всегда в любом проекте культурном, в любом мероприятии, в концерте, есть люди, которые, они, их как будто нет. Мы воспринимаем как само собой разумеющееся. Что зазвучал звонок, зазвучал какой-то пролог, включилось видео. А есть люди, которые обеспечивают свет, обеспечивают звук, обеспечивают вот все то, что задумал режиссер и так далее. И в этой связи, буквально последнее пятилетие, Министерство культуры учредило специальную премию. Премию имени Луначарского, которая позволяет поддержать именно вот этих людей. Не тех, которые, как я сейчас, все понятно со мной, я беру внимание на себя. А те, которые, вот они там, где-то с и кулисами, на пунктах, еще где-то. И вот для того, чтобы вы понимали, что это такое, что это за премия, и в каком плече оно подается, я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас вот такой ролик, и мы продолжим. Уважаемые дамы и господа, добрый день. Итоговое заседание 8-го Санкт-Петербургского международного культурного форума открывает 5-я торжественная церемония вручения премии имени Анатолия Васильевича Луначарского, директора Санкт-Петербургского международного культурного форума для работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий. Для приветствия участников церемонии на сцену приглашает Министер культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. У нас немало наград высоких государственных, почетных, общественных для творцов, для деятелей культуры, для тех, кто созидает искусство, создает нашу культуру. Но при этом на втором плане остаются простые люди, остаются работники культуры, остаются те, кто щет костюмы для артистов, те, кто строит сцену, тот, кто стоит за спиной у режиссера кинофильма и, собственно, обеспечивает все это кинопроизводство от режиссера, оператора, звукотехники. Остаются работники сцены, библиотекари, музейные хранители. Примите мои самые искренние поздравления. Я обращаюсь уже к номинантам и победителям. Примите мои искренние поздравления с победой в этом конкурсе. Поздравляю вас! Итак, сегодня будут представлены 9 номинаций. Номинация работников фольклорного этнографического научно-исследовательского центра по изучению народной культуры и, дамы и господа, в этой номинации 2 лауреата. Первый награждается Елена Михайловна Кевленкау, заведующая отделом национальной культуры народов севера, Дома народного творчества городского округа Анады, Чукольский автономный округ. Следующим награждается Анатолий Михайлович Челитин, специалист по обеспечению работы аудио-студии сервера информационно-методического отдела Псковского областного центра народного творчества Псковская область. Я безмерно благодарен за такую высокую награду, а особенно благодарен своим коллегам, которые меня поддержали. Вы знаете, наша работа с закуристником видна только тогда, когда она плохо выполнена. Я еще немножко подержу интригу. Дело в том, что сейчас на экране покажутся кадры юных, молодых лет Анатолия Михайловича Челитина. Я немножко прокомментирую. Дело в том, что Анатолий Михайлович родился, где бы вы думали, в городе Владивостоке. Город Владивосток — это его родина. Конечно же, его кумиром является Владимир Владимирович Высоцкий. С юных лет принимал участие в самодеятельности, играл в всевозможных ансамблях вокально-инструментальных. Был период, когда во время службы в армии вокально-инструментальный ансамбль гарнизона Николаевска Приморского края является лауреатом в смотре художественной самодеятельности военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. Это 1972 год. Но вот вы услышали лауреат пение имени Луначарского. Его предпочтение в музыке — это как раз шансон. И поэтому наш клуб сегодня его и представляет. Музыкальные инструменты, которыми владеет Анатолий Михайлович, это гитара, фротипиано. Самый счастливый момент в его жизни — рождение сына. И потом уже поступление в Ленинградский институт киноинженеров. Любимый напиток. Переходим уже к таким вот бытовым частностям. Хорошее вино, разбавленное водой. Вот спросите у него потом, как это? Кофе. Любимое блюдо, ну все блюда, которые домашние. Любимый фильм «Собачье сердце». Тоже характеризует человека. Любимое животное то, которое ласковое. Девиз жизни — не унывать, и все получится. Дорогие друзья, своими впечатлениями о Владимире Александровича Высоцком. У него тоже была такая вот в жизни ситуация, когда рядом находился. Своим творчеством с вами делится сегодня. Владимир Владимирович Чиликин. Я его представляю. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня так, что на грудис представил, мне уже вроде неудобно. Я просто очень давно не исполнял таких песен, такой аудитории. Даже будешь меня извинить, я маленько волнуюсь. Ну, для меня вообще был клуб шансонов. Меня Александр Владимирович пригласил помогать ему. Ну, для меня шансон — это близок к тому, что мое детство, юность, отрочество пошло в городе Магадан. Ну, а Магадан, вы знаете, это такой регион, который, как они все называют, даже ютековно. Машины ходят туда, придут, спотыкались, а вы не... Ну, а вообще город Магадан богат, конечно, очень знаменательными лицами. Лидия Русланова, Георгий Женов. Знаете эту историю, да? Женовы. Вот. Вадим Козин, знаете, это и все, наверняка, да? Он прожил большую часть жизни в Магадане на улице Портовой. Я с ним был у него в гостях. Вот. Очень достаточно интригенный, хороший человек. Вот. Ну, а говорить о его музыкальной деятельности, ну, приходится, все знают. Вот. Эдир Рознер, знаете такого музыканта, композитора, он не композитор, он музыкант, он очень такой жазовый. Он руководил оркестром в Магаданском театре. С его дочерью я учился в параллельных классах. Ну, много там было людей. Да, я сейчас не об этом говорю. Вы знаете, русский шансон, мы блубь шансоны, но мы маленечко, вот, я сейчас говорю о своем деле. Русский шансон, это собирательный термин, который обозначает различные жанры русской музыки. Ну, это городской романс, там, военные песни, фольклорные такие, вот, это, ну, и так далее, всего прочего. Ну, теология предтечи фольклора стала, конечно, это арестантская песня. Арестантская песня, ну, почему, как-то кадрожная песня. То есть, если говорить о самом срежании этих песен, они, в общем, говорят о бездоленных, о несчастьях, о какой-то плохой жизни. Вот такой рассказ, о да, идет. И, как правило, исполняли их, если авторы, они не обладали вокальными данными, очень слабо разбирались в музыке, вот, ну, и так далее. Во Франции родина шансон, это Франция, да? Или они шансонье, шансонье, это такая, точнее, кабре или, вот. Ну, назвать нашего Аркашу Северного шансонье, я уже не говорю о Владимире Семеновиче. Если кто-то мне скажет, что он шансон, что он шансонье, я для человека перестану уважать. Ну, вы понимаете смысл моего, да? Я сейчас в вашей музыкальной индустрии шансон, как течение, появился только в начале 90-х годов, когда была одна песня, когда, как по проспекту, соманька, и обраду, фонарик, когда был свет, дорожку освещал, лишь, чтобы было весело, соманька, когда мы делали, пока начало песенского, решили бы представить. Вот такая песня, да? Вот она стала замечательной эстраде и стал вот, ну, тем не менее, в 2002 году в Кремлевском дворце уже, как это самое, премия, шансон. Мое мнение о шансоне, конечно, достаточно, ну, это мое мнение, шансон, в нынешнем понимании, это поэтический рассказ или поэма, который имеет все законы, начало, комбинация, заключение и так далее. Вот это шансон, это даже не песня, это поэма, рассказ поэтический, предположенный немножко, да? Можно все, что говорить угодно, перебирая струны, какие-то струны, гитарные, и рассказывать сказку, где-то из начала, где-то из конец и тому подобное. Вот для меня это шансон. Вот в конце 60-х годов мне посчастливилось посвящаться с Владимиром Семеновичем. Он снимался в кинофильме «Опасные гастроли», съемки происходили в Одессе. Вот, и в перерывы между съемками он пролетел к своему другу, к Ахановскому, редактору газеты «Магаданский кусомолец». Мой друг уехал в Магадан, снимите шаляпу, снимите шаляпу, уехал сам, уехал сам, не поэтапу, не поэтапу. Так вот, Кахановский и Ваду, я не знаю, каким образом они оказались у нас на репетиции в Театре юного зрителя, там еще был Рунберг с ним, актер тоже, Кахановский был и Владимир Семенович. Вот, ну, велась такая беседа душевная, вы знаете, вот мы молодежь, такого же, юноши, он для нас, в Семеновичем, был кумиром, мы там песни его пели, там с каждого дома звучали песни эти. Вот. И мы усмотрели, как его, ну как, ну как, на кого-то видел, так, открыт рты. А он простой, конечно, человек спокойный, хороший, нормальный, такой, ну не парень был, его было уже где-то даже, за 30, для нас родство его, ну, так спокойно, говорил, мы там даже боялись вопроса, задавали, какие-то, ну, конечно, пристили ему гитару, старенькую, вот. А он, значит, вот мне запомнили слова его, знаете, ребят, я, говорит, не пишу песен, я пишу стихи, а песни потом рождаются. Вот, слова его запомнились. Он говорит, сейчас я, говорит, навеяло, сейчас я вам, я, конечно, я не карту создания, то, ну, как я понял, я один раз услышал у него песню эту, я запомнил ее, потому что он ее рассказал, как, как оду. На границе с Турцией ими с Кагистаном, полоса нейтральная, рядом, где листы, наши пограничники с нашим капитаном, а на ихней стороне ими вошли, а на нейтральной полосе цветы, и отчаянной красоты. А капитан его невеста жить решила в месте. Приезжаю, приезжаю, но рейд, свадьба, то, да, все, ну, надо же хоть букет цветов, повредить невестие. Ну, что за свадьба, и цветок, и пьянка, да и все, она нейтральная. Полосе цветы, необычайной красоты. А капитану их ему словно по-поездки. Тоже баба прикатила, налетела, балашки тоже милые, говори, не только по-турецки. Будет свадьба, говорит свадьба, и шапанка, на нейтральной полосе цветы, и отчаянной красоты. А в нашей пограничнике храбрые ребята трое вызвали свети, а с ними капитану развязанать они могли про то, что азиаты порешили уже ночь давить по цветам на нейтральной полосе цветы и отчаянной красоты. И от запаха цветов пьянка, капитан, вертирецкий, ну а их и капитана тоже в доску пьян, и повалился от цветы. Ох, по-турецки, оборудши крикну, мать, рухнул капитан, на нейтральной полосе цветы. Неразначайной красоты спит капитан, и ему ценится, что открыты все границы, как ворота в Кремле, ему, ему нафиг не нужна, была чужая забродиться, а он пройтись захотел по нейтральной земле, ну почему же не везда, ведь она ничья, ведь она нейтральная, на нейтральной полосе цветы, не отчаянной красоты. Ну, конечно, мы пели не только Высоцкого, не только Высоцкого, потому что, ну, магитофонов же не было, нам, ну, в начале 60-х годов, это еще было редко, столько пластинки, поэтому, конечно, песни передавались из-за куста, ну, где-то мелодии переделывали, как угодно, слова только коверкали, вот, но, в общем, мы старались искать оригиналы. Вот, ну, Вы пели, конечно, песни Вильбора, Танича, Кукина, Вы помните песню Кукина? Тоже, я не знаю, почему запомнилась, тоже такая маленькая, маленький рассказ поэтический. Не пели назад, не льди, просто меня перестань, спят в головах, спят, жили, ты на меня и доставь, перейзь подальше, будь, будь, адрес поменяй, и поменяй, а теперь подольше, молчи, это для меня. Мне-то все равно, все равно, я благодарю сам себя, будто все за нас решено, будто все ворует судьба, только ты не веришь в судьбу, значит, просто выпить кучи, я тебе не кушаю, а теперь мучи. Вот такая вот была. Очень близок нам был, ну, это, конечно, не певец, это больше поэт, Михаил Танич. Ну, историю, рассказываю, я не буду, знаете, но был очень популярный. И в то же время был очень популярен у нас Александр Галич. Помнит такого, да, поэта? Еще. помнят. Помнят. Да, еще бы, не помнят. Но, вы знаете, вот этот уникальный поэт, он на виду своей интеллигентности, со своим глубоким познанием историческое, он был такой ироничный товарищ. И достаточно, его не любили наши политиканы, почему? Потому что он говорил правду. Помните, это? Пусть другие кричат от отчаяния, от обилии и боли, от голода, мы-то знаем доходный молчание, потому что молчание золото. Вот так просто попасть в богачи, вот так просто попасть в палачи, вот так просто попасть в палачи, молчи, молчи, молчи. Это у нас времена Хрущевский, когда помалки и все будет хорошо. Помните, да, или, как он выражал в своей уроне таких вот, ну, как называли, глотых песен, он тоже писал, что это было, маленький кусочек, шатаясь, как пустое государство, я выхожу алиэль из кабака, я пробил все, и овощу, и галсту, ну, и себя пропью, наверняка пошел я круто. Пока-пока, прямым маршрутом, пока-пока, чижурье пиво, желтое салют, официально. вот певочку, салют. Вот такие вот уже песни писал. Вот, перевы тоже относилось к такому пониманию сложному. Вы знаете, неизвестного автора песня Колыма, я, конечно, ее петь не буду, она очень длинная, но, помните, финал, может быть, слышал, не проблина ты, Колыма. Что названо черной планетой, сойдешь по неволе сюда, оттуда возврата уже нет. Вот, или тоже песня известного автора, тоже не помню полностью ее, ну, вот это она длинная полностью, товарищ Сталин, мой большой мужчина, из дека знаний, познавший долг, а я простой, советский, заключенный, и мой товарищ серый, тряский волк. То то, что снег, то мошкара над нами, и мы в Таиле с утра и до утра мы из искры раздували пламя. Спасибо вам, я грелись у вас страны. Вот такая претическая песня, конечно ее, если бы кто-то где сразу не спел, то сразу бы был там, где и Галич, там, где все остальные. Вот. Ну, еще он был очень популярен, ну, наверное, для всех была такая жанра. Вы знаете, это человек, который так любил людей, с такой он поэтической нежностью относился к своим стихам, ну, с роней тоже. Вот такая песня про кота, челняков, тоже мы кто-нибудь знали. Вы знаете, что интересно, я забыл сказать, что песни, шансон, они особой музыкальности не не возначались. Ну, даже есть передача три аккорда, да, на трех аккордах можно сыграть, а что угодно. Так вот, так вот, Джамма умудрялась даже на двух аккордах сыграть, и даже вообще без аккорда. Со двора подъезды известны под названием Черный ход, в том подъезде, как в поместье проживает Черный год. Он не требует, не бросит, желтый глаз его горит, кажется, самому выносит и спасибо говорит. Он ни слова, ни пророни только ездит, только пьет, лестницу когтя не тронет, как по горлу поскребет. Оттого от сна от небес в дом, в котором мы живем, надо ламчу повисеть, денег все не соберем. Ах, такая десна. Ну, знаете, этих песен можно петь до вечера не уложимся. В юности, конечно, все, наверное, знают, что писали стихи и песни, вот, у меня тоже были песни, но они как-то забылись, сейчас не до работы, не до напряжения, но я вам хочу исполнить та песня, которая более-менее запомнилась. Я не знаю, это было в юности, а что такое юность? Юность – это, прежде всего, любовь, поэтому песня называется «Признание». Глаза твоих любовь твою буду беречь и никогда никому я не открою печаль, души и нежность встреч. Любви дорога не отыскать, она загадкой сердца сложится, люби, как можешь, поверь, не взять, а счастье дать любви не хочется. И пусть пока ты недоступна лежат перед вновь мечты чистые минуты много времени я буду ждать тебя, а ты любви дорогу не отыскать, она загадкой сердца сложится, люби, как можно, поверь, нельзя о счастье дать любви так хочется. спасибо большое за что это моя была песня, я написал ее давно, спасибо большое, что вы так классно вы что рассказал о своей творческой истории дорогие мои участники клуба сейчас наведу небольшой вопрос на протяжении нескольких месяцев, когда мы с вами встречались, мы для вас пели, у нас здесь были различные гости, согласитесь, что вам было очень комфортно, а развитие в любом деле, в спорте, в творчестве, это всегда, когда ситуация немножечко некомфортная, то есть тогда начинается развитие, так можно сидеть лучше сколько угодно, да, сейчас вы поймете, к чему я, но вы не бойтесь, это не страшно, если вы читали объявление о нашей встрече ВКонтакте, кто читал, наверняка отметил и может быть даже задался вопросом, что значит интерактивная встреча, это что такое, никто не позвонил, не сказал, не спросил, Вячеслав, что это значит, ну, то ли вы владеете этим термином, вы понимаете, что интерактивность означает, что зритель тем или иным образом участвует, вот, друзья мои, я хочу спросить, а вообще в зале есть Татьяна? Есть. Попадывайте руку, кто Татьяна? Так, еще, две Татьяны, да? Да, смелая, кто из Татьяны? Али Путинок, да, одна Татьяна, одна, так, ну, пожалуйста, выходите, смотрите, поскольку мы сегодня говорим о Туре, Владимир Сольщенко и Сотском, поскольку мы, все-таки, так или иначе прикасаемся с какими-то биографическими моментами, да, и все-таки наш опыт еще и какая-то познавательная история, мне бы хотелось сейчас провести несколько туров вот такую вот викторину, связанную с жизнью, с географией, можно микрофончиком встать, надо уже осваивать это дело, значит, как он поступит, поскольку это викторина, поскольку мы все-таки с вами должны определиться с победителем, есть, кстати, призы, так что вы какой-то снимут. Я хочу сейчас предложить вот моим дорогим помощницам, Галина, вам и вашей соседке, вы у нас будете экспертной комиссией, вы будете записывать количество очков, вот сейчас будете записать Татьяна, как вас лучше, Татьяна, 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 смотрите, я задаю вам шесть вопросов, на каждый вопрос я предлагаю три варианта ответа, вы отвечаете, я озвучиваю правильный, если ответ правильный, очко, если нет, соответственно, ничего, идет дальше, у вас есть право на подсказку зала, одно, вы понимаете, что совсем все плохо, шесть вопросов, пять вопросов звучало, и ноль очков, можете спросить подсказку зала, значит, зал должен вести себя корректно, только в том случае, если подсказку Татьяна просит, кричать, поднимать руки не надо, это тур для Татьяны, Татьяна, я вас, поздравляю с имени, и вас, Татьяна, только не вас, потому что заготовы, уважаемые члены Татьяна, когда мы начинаем, так, годы жизни Владимира Семеновича Высоцкого, три варианта ответа, 1954-1990, второй вариант, 1938-1980, 1980-2010, какая будет ваша версия? 1954-й, наверное, Татьяна, тихо, тихо, Татьяна имеет право на свой, мы же с вами договорились, что вы делаете, Татьяна, пусть вас не смущает реакция зала, называйте то, что вам ближе, второй, второй, все-таки, а второй-то какой, 1938-1960, 1938-1980, 1938-1980, ну так, если соотнести по времени, да, где-то что-то, как-то, да, Татьяна, это правильный ответ, действительно, годы жизни Владимира Семеновича, Высоцкого, 1938-1980, поддержите, Татьяна, подробно. Вопрос номер два, где родился, Высоцкий, три варианта ответа, Москва, второй, Санкт-Петербург, третий, Рига, тихо, отвечает, Татьяна, десять секунд на размышление, время пошло, Санкт-Петербург, наверное, ну, может быть, как-то обоснуете, что там с Санкт-Петербургом, почему такая ассоциация возникла, просто, Санкт-Петербург, внимание, правильный ответ, Владимир Семенович Высоцкий родился в Москве, Натяна, ничего, все в порядке, одно дачко есть, третий вопрос, где в детстве жил Володя Высоцкий, он даже посвятил этому месту песню, три варианта ответа, Безбожный переулок, Большой каретный переулок, Проспект Мира, Тишина, Большой каретный, где твои 17 лет, пожалуйста, второе очко, Итак, четвертый вопрос, Вы еще не воспользовались правом подсказку сала, первый музыкальный инструмент, на котором Володя учился играть, гитара, скрипка, фортепиано, гитара, наверное, ну, скорее всего, гитара, поскольку встречается гитарой и так далее, это Ваш ответ, внимание, правильный ответ, первый музыкальный инструмент, на котором Владимир Семенович Высоцкий учился играть, фортепиано, вот так вот, дорогие друзья, помните, вместо встречи, извините, там есть такой кадр, где он так немножечко наигрывает, как ты пьяна, вопрос номер пять, где учился Владимир Высоцкий актерской профессии, и три варианта ответа, училище имени Чукина, школа-студия МХАТ, или ГИТИС, подумайте, 10 секунд, второй вариант, наверное, хотя она считает, значит, актерская профессия Владимир Высоцкий учился именно в школе-студии МХАТ, я правильно спорю? Внимание, правильный ответ, напряглись, Владимир Высоцкий учился нигде-нибудь, а в школе-студии МХАТ, и это правильный ответ, в каком театре Владимир Высоцкий исполнил свои главные роли? МХАТ имени Чехова, театр юного зрителя, театр драмы и комедии на Таганке? На Таганке. Ответ Татьяны, театр драмы и комедии на Таганке, и это правильный ответ. Прошу учить следовательской комиссии, что Татьяна ни разу не воспользовалась своей подсказкой. Дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к нашему второму участнику, я предлагаю Татьяне даю, вернее, шанс заработать еще одно очко. Что для этого нужно? Для этого нужно попытаться исполнить вместе со мной песню. Я объясню, это очень просто. Вам нужно просто прислушиваться внимательным повтором и тех местах, где повтор, припев, попытаться как-то со мной вместе спеть или поруководить по крайней мере нашим уже теперь таким почти состоявшимся хором. Сейчас будут звучать песни из популярнейшего известного кинопильма. Кстати, может быть, вы знаете, что это за кинопильм, я после исполнения песни спрошу. Песня о дуге. Пожалуйста. Песня 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 Исполнение Татьяны, но когда у нас все конкурсанты пройдут, вы сделаете какое-то решение. Уважаемая Татьяна, как насчет того, чтобы свой день, день ангела блеснуть? Я просто поддерживаю 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 А приоритет сегодня не для Татьяны, но раз уж их день. Я вас приглашаю. Давайте поддержим Татьяну. Мы продолжаем нашу викторину. Вы сейчас вопросы, связанные с жизнью, географией Владимира Высоцкого. Вы помните, я вам задаю 6 вопросов. У вас есть право на подсказку зала. Итак, готовы? Сколько струн было на гитарах Владимира Высоцкого? Давайте я вам предложу три варианта ответа. 5, 6, 7. Итак, 5, 6, 7. 6, наверное. То есть струн началось с позициями. Нет, было так дальше. Посмотрите, посчитай. Они разные гитары. Татьяна, версия Татьяны, что это 6 струн. Она имеет право на эту версию. У него несколько гитарах будет. 6 струн, это самый популярный строй гитары. Вот его гитара. Ну, давайте так. Посмотрите так вот. Сотнесите сколько там струн. И примите окончательное решение. 7 струн. Ну, ладно. Это как бы такой первый вопрос. Мы пойдем, так сказать, навстречу. Действительно. Владимир Татьяновский владел 7 струнной гитарой. И на сегодняшний день это большая редкость. Практически уже никто на 7 не играет. Все играют на 6. Татьяна, я вас поздравляю, вас за счет. Второй вопрос. Театральная роль, признанная лучшей в творчестве Владимира Семеновича и любимая им. Три варианта ответа. Театральная роль. Гамлет, Василий Теркин, Евгений, Анегин. Замолчит. Ответ Татьяне. Гамлет. Правильный ответ. Театральная роль, признанная лучшей в творчестве Владимира Семеновича и любимая им. Это, конечно же, Гамлет. Поздравляю. Второе очко у вас. А что вы так сказали? Кому было посвящено первое стихотворение Высоцкого «Моя клятва»? Три варианта ответа. Брежнев. Второй вариант. Сталин. Третий – Горбачев. Десять секунд. И вы выдаете ответ. По мнению Татьяны, стихотворение Высоцкого «Моя клятва» было посвящено Иосифу Васильевичу Сталину. А теперь правильный ответ. Стихотворение «Моя клятва» Владимир Владимирович Высоцкий посвятил Сталину. Третье. Так, у нас уже три вопроса. Помните, что мы можем воспользоваться подсказкой зала. Фильм с участием Высоцкого, где он впервые исполнял свои песни. Три варианта ответа. Вертикаль. Высота. Земля Санникова. Вертикаль – это правильный ответ. Четвертая счет получает Татьяна. Мы задаем Татьяне пятый вопрос. Интерес к авторской песне Высоцкого пробудился после знакомства с творчеством человека, которого он считал своим учителем. Три варианта ответа. Кто же этот человек? Александр Галич, Юрий Визбор, Булат Акуджава. Тишина. Ответ Татьяны. Булат Акуджава. Ответ Татьяны Булат Акуджава. И, внимание, правильный ответ. Интерес к авторской песне Высоцкого пробудился после знакомства с Булатом Акуджавой. В каком спектакле играл Высоцкий? Ну, из тех, которые я сейчас вам предложу. «Жизнь Галилея», «Щелкутчик» и «Аланта». Детский вопрос на самом деле. Как вы сняли? «Жизнь Галилея». Ну, конечно же, «Жизнь Галилея». Татьяна, из шести заданных вопросов, что получается? Шесть правильных ответов. Есть желание, так сказать, поиметь шанс заработать еще одно очко. Давайте попробуем. Значит, если вы не знаете слов, то не справится. Вы просто повторяйте повторно. И подвяжите камни. Так, внимание. Готовы? Здесь два неравнина. Здесь три вот и ножны. Веду, лавины. Одна за лавиной. И здесь. Стыком не полометка. И можно свернуть, а в руках войну. Но мы выбираем трудный путь. Опасный, как военная тропа. И можно свернуть, а в руках войну. Но мы выбираем трудный путь. Опасный, как военная тропа. Микрофон. Кто здесь не бывал, кто не рисковал. Тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды падал. Стребит поближе к микрофону. В лесу не сплетишь. Как ни керишь. Я спусту свою счастливую жизнь. Десятый он должен таким. Наши печенец. Внизу не сплетишь. Как ни керишь. Зачем свою счастливую жизнь. Десятый он должен таким. Наши печенец. Ни данных у нас. Ни права, ни хрен. И не похож на волны. Тот камень, что покой тебе подарил. Как вечен огнем. Зверкает днем. Вершина из укропных днем. Которую ты так и не покорил. Как меч в огнем. Зверкает днем. Вершина из укропных днем. Которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят. Но нет ниг Донецк, не зря. Так лучше, чем от водки. И отрестут. Другие трянуть. Сменив уют. Довить и неповерный круг пройдут, домой и не пройдя в маршрут. Другие придут, велик уют, довить и неповерный круг пройдут, домой и не пройдя в маршрут. Ответные стены обнизивают, и здесь доведение, не уповая, не надежда, ни камень, ни вет, ни скала. Надеемся только на крепость круг, на руки другая и великию, и боремся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки дороги и в беды И молимся, чтобы злобовка не подвела еще один куплет Выкупим ступень, и шаблы на запад, и от напряжения кали не дрожат, и сердце готово к вершине без жертвы с крови. Весь мир на ладони, весь час-то пьет, и только немного, когда ты будешь ем, другим уходят вершины еще впереди. Весь мир на ладони, весь час-то пьет, и только немного, когда ты будешь ем, другим уходят вершины еще впереди. Весь мир на ладони, весь час-то пьет, и только немного, Зайдёшься, дружину, которую вершина ищет впереди. Ну, теперь нам осталось выбрать третьего участника. Давайте, ладно, поступим следующим образом. Назовите мне, пожалуйста, любое число от одного до шести. Пять. Четыре. Пять. Пять. Пап, попрошу, от одного до четырёх. От одного до четырёх берёшь, да? Лёшка. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Что вы сказали? Три. Раз, два, три. Дорогая моя, я вас прошу. Дальше. Дальше. Ну что, мы, милые, готовы? Да, готовы. Ну давайте попробуем. Магническое средство, на котором переписывались песни Владимира Высоцкого в середине XX века. Зал молчит. Три варианта ответа. Я вам три варианта ответа дам. Магнитофон. Компьютер. Радиус. Вариант, милые. И добавьте какой? Так, как, как, как? Спокойно. Катушатый, бобильный, магнитофон. Вот вы кто-то помните, какие названия были? Магнитофон. 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 Слушайте, но вот можно посвящать отдельно страницу нашего заседания техники. Техники, которая уже нет с нами, но которая имела большое значение в нашей жизни. Что вы делали, когда хотели получить какие-то новые записи? Шли с монетапоном к другу, ставили там, коммутировали, перебитывали и возвращались очень счастливые. Потому что вот именно формат, когда люди собирались и просто слушали. Мы сейчас с вами визуальщики, нам надо что-то видеть, какую-то картинку и так далее. Когда ничего не надо было, достаточно просто сидеть и слушать. Я застал тоже такой момент, что есть ли мне, когда приезжали родственники и сидели, слушали Владимира Высоцкого. Итак, следующий вопрос. Как называлась первая авторская грампластинка Владимира Высоцкого? Три варианта ответа. Песни из кинофильма «Вертикаль». Второй. Песни из спектакля «Вишневый сад». Третий. Песни из спектакля «Пугачев». Ответ Милы. Авторская грампластинка Владимира Высоцкого. Первая. Называлась песни из кинофильма «Вертикаль». Это правильный ответ. Так, по-моему, в третьем. Да, да, в третьем. Итак, третий вопрос. Совместная работа Владимира Высоцкого и Валерия Золотухина. В советском детективном фильме. Я вам предлагаю сейчас три названия советского фильма. Вам нужно понять и определить, что же это за фильм, в котором Владимира Высоцкого и Валерия Золотухина снимались вместе. Первый. Ошибка резидента. Второй. Спокойно зал молчит. Нет. Ошибка резидента. Это был первый. Второй. «Хозяин тайги». Третий. Два билета на дневной сеанс. Второй. «Хозяин тайги». Вам подсказали. Нет. «Хозяин тайги». Вы еще начнете со мной спорить. Конечно же. Я же просто подкалываю. Людмила, ну действительно, это фильм «Хозяин тайги». Ну вот сейчас в интернете все это можно одним таким кликом нажать, и вам это все выйдет, и можно будет посмотреть. Это был какой вопрос? Четвертый. Это третий. А, сейчас будет четвертый. Внимание, Людмила, вы себя нормально чувствуете? Все хорошо? Великое. Отлично. Какую роль в кинофильме «Место встречи изменить нельзя» сыграл Владимир Высоцкий? Я вам предлагаю три варианта ответа. Понимаете, может быть, подвох. Евгений Фокс. Владимир Шарапов. Я сказал «Шарапов». Я сказал «Шарапов». Глеб Жеглов. Ну, конечно, Глеб Жеглов. Четвертый вопрос. И четвертое очко Людмила получает. И ей аплодирует весь наш голос. Вот вопрос, который не такой простой, но в то же время интересный. Владимир Высоцкий участвовал в озвучивании одного мультфильма. Какого? Приключение Буратино. Волшебник из уродного города. Сказка о рыбаке и рыбке. Десять секунд. Думаем. Помощь зала. Помощь зала. Берем помощь зала. Пожалуйста, зал. Еще варианты ответа. Скажите, пожалуйста. Буратино. Приключение Буратино. Волшебник из уродного города. Сказка о рыбаке и рыбке. Да у меня это тоже было, кстати, открытие. Сказка о рыбаке и рыбке, да? Да? По мнению Людмилы, Владимир Васильевич Высоцкий участвовал в озвучивании мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке». Знаете, мои дорогие, что, оказывается, этот мультфильм назывался «Волшебник из уродного города». А и ничего, и не страшно. А зато знаю. Это зал, ты тоже не знал. И зал не знал. Но вот в этом мы не думаем. Так, пятый вопрос. Нет, это уже будет шестой парень. Шестой вопрос. Шестой вопрос. Так, у меня тут есть возможность что-нибудь такое, да? Какой премии был удостоен Владимир Васильевич Высоцкий пост смертно? Государственная премия СССР. Второй. Государственная премия РСФСР. Третий. Государственная премия Российской Федерации. РСФСР. По мнению Людмилы, Владимир Владимирович Высоцкий посмертно был удостоен государственной премии РСССР. Я правильно вас понял? Что думает зал? И тем не менее, дорогие друзья, Владимир Владимирович Высоцкий был удостоен посмертно государственной премии СССР. Я предлагаю со мной вместе сполнить еще одну песню из кинофильма «Вертикаль». Можно подглядывать вот сюда ко мне. Суету городов и в потопе машин Возвращаемся мы, просто не куда деться И спускаемся вниз С покоренных горшин Оставляем в горах Оставляем в горах Поем сердце И спускаемся вниз С покоренных горшин Оставляем в горах С призерницей Так оставьте ненужные споры Я себе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы На которых еще не была На которых еще не была Кто захочет в беде Оставаться один Кто захочет уйти С собой сердце не певля Но спускаемся мы С покоренных горшин Что же делать и боги Спускались на землю Но спускаемся мы С покоренных горшин Что же делать и боги Спускались на землю Так оставьте ненужные споры Я себе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы На которых еще не была На которых еще не была Сколько слов и надежд Сколько гнезд и петель Годы ходят у нас И залога застаться Но спускаемся мы Что на год, что за сень Потому что всегда Мы должны возвращаться Но спускаемся мы Что на год, что за сень Потому что всегда Потому что всегда Мы должны возвращаться Так оставьте ненужные споры Я тебе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы На которых еще не была На которых еще не была Так оставьте ненужные споры Я тебе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы На которых еще не была Домогрованных еще не привал. Уважаемые зрители, не судите строго. Все по-честному, все по справедливости. Так, значит, первая Татьяна, в общем, две ошибочки за тупенье на пять с плюсом. Так, следующая. Тоже все справедливо, Татьяна, как бы первый вопросик был все равно ошибочка, хоть уважаемые засчитали. Вы сказали шестиструнное, значит, маленечко, по-честному. Так, все нормально. Количество баллов? Четвертое. Пять, это за пением. А, все вместе пять, да? Да. Значит, что они имеют? Пять плюс. Здесь что? Четверочка. Четверочка. Микрофона боялись. Микрофона боялись. Это глупый отца. Это глупый отца. Что она боялась? Нет. Это противо. Так. Людмила. Людмила. Так. Тоже две ошибочки. Четверка. Он не знал. Но зато пение, наверное. Да. Но пение хорошо. Пение четыре с плюсом. Ну, по вашему мнению, все-таки какой-то, кто у нас победитель или победители все? Все. Я думаю, победила дружба. Ну, да. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 Достаиваются моих сегодняшних призов все наши конкурсантки. Спасибо. Всем вам вручаются вот такие вот пригласительные билеты на ювилейный концерт вокальной студии Признание. Музыка – дивная страна. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 От Псковского областного центра народного творчества вам вот сегодня вручаются такие пригласительные билеты на посещение, на право бесплатного посещения с сопровождением экскурсовода наш выставочный зал, который находится в этом здании, и второй наш зал, который находится на Некрасово-8, это буквально вот здесь рядышком, в доме «Ремесел». В течение февраля, марта и апреля месяца вы можете вот так вот поскучаться, зайти и сказать, а мы, у каждого клуба любителей выставок «Соно» и мои коллеги с удовольствием проведут вас по тем выставочным залам, познакомят вас с экспозицией. Здорово? Здорово! Итак, дорогие друзья, мы будем, наверное, подводить итог. Как мне показалось, сегодня наша встреча была такой более, даже, может быть, содержательной, чем предыдущей, поскольку у нас были люди, очевидцы, люди, которые прикатались с Владимиром Семеновичем, и это очень ценно. В процессе вот того, как мы будем с вами расходиться, если кто-то заинтересовался вот тем литературным изданием, которое вам показывал Владимир Саркисович, ну, можно подойти и еще раз уточнить, мне кажется, что оно раритентное, вряд ли, что оно не будет вложен в день. А, нет, оно есть, я вам скажу, оно есть в этом там, я видел, по-моему, в Яндексе. А, в Яндексе есть, есть. А, дорогие книги, скажите, Павел? Павел Леонидов, это его двоюродный брат, кстати, который был ошибочно в фильме, в девяносто, в смысле, в восемьдесят девятом году, они его включили в фильм. Он эмигрировал в семьде четвертой, как пункта умерла, он боялся, все, и он сразу хибнул в Нью-Йорк, вот, и там и умер. Он не успел так и Марокко-то написать. Дорогие друзья, для тех, кто может быть немножечко неудовлетворен в нашей сегодняшней встрече, кто не сумел себя проявить, кому не выпала счастливая возможность поучаствовать в викторине, ну, я, конечно, шучу, есть возможность вот сейчас проявить себя, так сказать, и в вокальном плане, и в человеческом. Песня, которую я предлагаю вам исполнить вместе со мной, там есть такой припев, где вам нужно просто говорить на большом корректном. Я вам буду спрашивать, а вы будете отвечать на большом корректном. По той записи, которую я еще с детства знаю, там в конце еще есть вариант наоборот, когда Владимир Семеновича спрашивают его хор, а он отвечает на большом корректном. Что, ну, чтобы вас не путать, попробуем именно так. Итак, песня, одна из самых любимых, знаменитых песен, в которой ведется речь о той улице, с которой связана жизнь Владимира Семеновича Русловского, детство и так далее, на большом корректном. Попробуем. Даю все еще. Днём прочнее! Где твои 17 лет? На большом корректном. А где твои 17 лет? На большом корректном. А где твои черный пистолет? На большом корректном. А где тебя сегодня нет? На большом корректном. Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь, эй, о нем. И я скажу, что тот полжизни потерял в том большом коленце, не попал еще в лень. Где двоится в нацелек? На большом коленце. А где двоится в нацелеке? На большом коленце. А где твой черный пистолет? На большом коленце. А где твой песни под небес? На большом коленце. И виноват он и виноват. Стало вдох по новой талии, И всё уже, когда ты нивил, И где ты не придёшь, И где-то по карьеру пройдёшь ещё вперёд. Где Твои символы? Хорошо, конечно! А где Твои символы? Хорошо, конечно! А где твой чёрный пистолет? Хорошо, конечно! А где Твои символы? Хорошо, конечно! Где Твои символы? Хорошо, конечно! А где Твои символы? Хорошо, конечно! А где Твои символы? Хорошо, конечно! А где Твои символы? Хорошо, конечно! Где Твои символы? Хорошо, конечно! А где Твои символы? Хорошо, конечно! Субтитры делал DimaTorzok Еще раз, дорогие друзья, поздравляю всем разделе Владимира Штесовского, всех вас. Владимир Семенович, поклон вам низкий за ваше творчество. Наша встреча подошла к концу.